Приветствую собравшихся, приветствую нашего спитера, Кайра Загибаева, адвоката и его помощника. Тема пресс-конференции достаточно резонансная. В обществе, особенно в социальных сетях, эта тема играется на сегодня номер один. И мы по поиске адвоката струбулировали ее в следующий образ. Объективность наказуема, мы поставили вопрос. И вторая формулировка, как судья Фироватского районного суда Ренисууму Айбек стал жертвой массовой целенаправленной травмы в интернет-акцессе. С чем это связано? Что происходит? Чем недовольны интернет-сообщества и вообще граждане? Почему так легко создать образ антигероя? Какие есть правовые доказательства абсолютной объективности судьи? Либо эти правовые доказательства хромали? Вот и еще один такой момент. Есть ли возможность у профессионалов на защиту своей чести и профессионального господства? То есть я хочу подчеркнуть, что речь идет не только о частном, конкретном, достаточно громком факте, но и в целом о ситуации, связанной с развивающимся таким негативным явлением, как интернет-мультинг. И этот вопрос поставил Игорь Закипаев, который еще раз повторю является адвокатом судей Первомайского района Ренисууму Айбек. Для журналистов напомню, что судья Первомайского района Ренисууму Айбек некоторые длины назад вынес оправдательный договор по делу в отношении несовершеннолетней девочки. И он считает, и адвокат считает, что этот приговор был оправдательным, с чем абсолютно не согласна противная страна. Вот что за коллизия, которая привела к такому глубокому конфликту, и как расставить правильно все точки над ней. Итак, когда ты занимаешься, прошу вас. Возьмите мистерство, уважаемые присутствующие. Возьмите мистерство. Сейчас посмотрят интернет-интернет-сети. Я бы хотел сегодня, я по нужде и пришел на пресс-конференцию. Почему? Потому что, как я здесь сказал, оказывается, правда иногда бывает запрено-наказуемая. Мы многое время молчали. Мать, лучшая потерпевшая, так как была проводателем приговора для родственного суда, она уже больше не потерпевшая. Но будем говорить, что мама лучшая потерпевшая, которая работает по доверности. С первого дня этого заявления она уже меня оставила постоянно в интернете, постоянно где-то нас преследуют, постоянно что-то. Даже недавно позавчера мне говорили, что у вас плохо с отборами уже становится, на этом попало что-то будет. Поэтому я хотел сразу объяснить ситуацию. В 18-м году некая дедушка, дочь представителя потерпевшая, для того, чтобы поправить здоровье, с половинским состоянием дочери, мне сказать, что в 13 лет вела в детстве в лагере на Иссык-Уле. Значит, отдохнула она, там, сколько положено ей, после этого вернулась в пешке и вела нормальный образ жизни. Нормальный образ жизни. И после прошедших двух лет, уважаемые журналисты, после прошедших двух лет, в один прекрасный день в доме у себя дома мама обнаружила какие-то интересные повреждения. Через два года, я считаю, это в 18-м году, некоторые интересные повреждения на ее руках, там, в этой девочке. Ну, так как у них натянутые отношения с матерью, у них разговоры не получились. И психологи говорят о том, что у них, она, эта девочка, даже маму маму не называет, в сотке у ней написано «мама», буква «Н». И в ходе процесса мы убедились о том, что у них натянутые отношения. Ну, она ничего идого не придумала, повела ее насильственным образом в себе в гинекологический кабинет. Я вам сейчас процепирую до полос этой девочки. Это не в суде наследствии, следователь пишет. В конце марта 18-го года мать на работе заставила меня раздеться, увидела у меня на опеек бедра были цветы от порезов, которые я порез за неделю до этого. Привела гинекологическое кресло, после этого мать начала меня бить, кричать на меня, посадила меня на гинекологическое кресло и начала меня осматривать. После этого она сказала, что эта девственница начала обзывать меня проституткой, потом стащила меня с кресла и дальше начала бить меня ногами и руками. Только после этого пришлось рассказать о том, что случилось в данном происшествии, о котором были большие сомнения. Уважаемые фурналисты, в последнее время мы считаем, что причиной такого жесткого информационного прессинга, как на суде и как на меня, богато, поводом стало, что по данному делу подсудимого парня районный суд оправдал, и городский суд тоже оставил оправдательный приговор в селе. И на 30 июня назначено заседание Верховного суда, которое осматривает жалобу СССР и Патри Пеша. И, видимо, это идет явное давление на подготовку Верховного суда, чтобы, видимо, продолжать внести тот бед, который внести, был у нас во всех инстанциях. И сейчас вот мы знаем, что с утра уважаемая представитель, потерпевшая мать этой девочки, уже была в Акипрессе, там в толпу привела, скандал устроила, и это у них продолжает. Затаскала эту девочку свою, честно говоря, по всем родам. Это же стыд и позор этой девочке. В этом возрасте такие действия могут нанести ее душевному психологу, состоять очень серьезный урок. Но трижды или четырежды, если я смогу ошибиться, райотделы выносили отказной материал, что нет наказательств, идите, уважаемая дама, и не рушите судьбу этой девочки. Нет, она все за руку тащит, куда только ни писала, что только ни делала. И, наверное, после чего уже начала долбить следственные органы, и вот это русское искусство. После чего уже, как следует, и говорят, мы сказали, хорошо, ладно, пусть дело идет в суд. И там думают, что суд уже разобрался. Вот суд разобрался, это игры не устраивает. И если бы она пошла законным путем, написали государственную жалобу, пусть вверхому суд рассмотрит. Если виноват, накажут. Если не виноват, тоже оставят в силе. Несмотря на это, вот я вам повторяюсь, она уже привела полку. Во Кипресс перепутали два часа летит. Видимо, те отказали дальше, и там же, видимо, какие-то основания были для того, что вот они не пришли сюда. И вот я хочу сказать, что суд продолжался продолжительное время. Достаточно тщательно подошли исследования материалов уголовного дела. Я вам хочу сказать, что, уважаемые журналисты, уважаемые зрители, что ни одна экспертиза, ни одно показание свидетеля не нашли подтверждения того, которое бы говорила представитель Попереджио. Мы допрашивали девочку. Один раз она пришла в маске. Мы попросили снять маску и убедиться, это девочка или нет. И тоже внятного ответа так же не услышали. Почему я говорю внятного ответа? Потому что из материала уголовного дела есть показание на месте, называется такое. Девочка должна была показать, где это произошло. Но она показала, кто один туалет, кто второй туалет. Потом в прессе в интернете выходил большой туалет. Потом на четвертый, на третьем этаже. И мы считаем, что сомнительные заявления со стороны Осенкеева нашло свое отражение. Также показали. Вот, допустим, я вам сейчас хочу запасать. Заключили эксперты. Эксперты говорят, что требование приема не нарушено. Что через два года, я не знаю. Вот заключение эксперта говорит, что здесь они пишут, что никаких других либо каких-либо нарушений нарушений по материнству целой средств не нарушено. Том 1, лист дела 14. Производившая эксперт Асенбекула благороженно дала тщательный анализ своей экспертизы. И в суде даже получилась немножко перепалка с представителем потерпевшей. Потерпевшей говорит, что я кинеколог, я сам вас знаю. Ну, раз вы кинеколог. Ну, а на эксперту пришлось ответить, что давайте, если наши дела, они эксперты. То есть никаких нарушений со стороны, нарушений, будем говорить, антистеростности, не было. Поэтому, уважаемые, уважаемые, всем хотелось сказать, что для объективности и помощи исследований данного материала уголовного дела доброшены были все свидетели, которые указаны, это более 20 детей. Мы говорим о том, что, если подойти подробно к материалам уголовного дела, то есть в 16-м году якобы, ну, это точно, это якобы, когда вот это проект случилось, дети собрались, созвонились друг к другу по WhatsApp, так как, ну, это в практике бывает, мы были в пианистском бакере, собрались в пианистском бакере, сходить вместе в кино, ну, иметь вот это отношение. И я сказал, когда мы находились в кино, эта девочка вышла, пошла в туалет, этот мальчик пошел за ней и оказал вот эту социальную базиску на нее. Провела на себя сон, плакала, ну, нервничала. Ну, вот я могу сказать, что, ну, я уже сказал, что так и не смогла показать, какую туалет, салтую туалет, какую туалет. Все этой толпой ходили, мы видели воспроизведения, диспросматривали в суде, там больше всего подсказывала мама, говорила, вот здесь, вот там, ну, это уже даже нет. Вы знаете, вот, там просили всех свидетелей, там, в уголовном деле. Это те ребята, с которыми, с которыми они были в кинотеатре, в пешкинг-парк. Это, вот, показания свидетелей Айдаров, Айдаров, Чубаров, Молдакулова, Джанекиеве, Касенова, Досалиеве, Джерченкулова и Брайеве. Мы отмечаем, что их показания одинаковые. Ни один из этих свидетелей не указывает, что они типа, которые у них был вожатый, как лицо совершить преступление. Никто из свидетелей не подтвердил сомнительные показания этой девочке, о том, что она провела на себя все, вышла из кинотеатра, что выходила, вышла из зала кинотеатра, никто не подтвердил. Это все показания, они дальше показываются. Когда вышли из кинотеатра, показывают все эти свидетели, друзья, разошлись нормально, а Сякеева была в нормальном состоянии. Как она указывает, она после туалета за 40 лет сидела, плакала, тоже не подтвердила. Вот после 40 лет все эти дети вышли, все попрощались. Если бы у нее был какой-то нервоз, если бы она плакала, вы извините, это сейчас современные дети, никто бы просто так не оставил бы, недавно бы, они дети рассказали бы. И, кстати, при допросе вот этих свидетелей, они совершеннолетние первокурсники вузов, они приходили со своими родителями, с родственниками, и они будут добрацутся ответственное действие футболом образовательного кодекса, который требует, чтобы они совершены добрацутся в детский родственник. Мы считаем, уважаемые господицы, что данное преступление развелось, в связи с таким, наверное, серьезным нервным состоянием ее матери, так как я хочу вам довести, что у них были до того, написания ее заявления, у нее были очень тяжелые судебные тяжбы по поводу местности оборудования на сумму 27 тысяч долларов США. Ну, видать, что-то у нее не получилось, и она судилась. И суд отказал удовлетворение ее в залогу, судья у Розова. Я думаю, что вот это все накопилось у женщины, и вот она всю свою злость сорвала на своей единственной дочери. И вот я вам хочу еще раз продиктовать, что нанесение телесных повреждений законно-представительной потерпевшей своей дочери подтверждается заключение судебной медицинской экспертизы за номером 120-1-46 от 4 апреля 2018 года, где указано, что в начале месяца пыталась порезать, ну, 2018 года, пыталась порезать кожу на руках в результате пережитых душевных волнений и протестов в следствии плохих отношений с подругой и психологического давления со стороны следствия. Три дня назад мама повелла насильно к гинекологу. Там решили, что у нее нарушенное медицинское клево стало избивать. Била кулаками по голове, по ушам, внула по правому бедру, била по паху внутренней поверхности левого бедра. Позже была слабость головокружения, упала на колено, упала лицом на колено, была сильная слабость. Поэтому говорить о том, что это было заявление написано добровольно, вот после этой судебной медицинской экспертизы, уважаемые журналисты, ну и у меня как у дедушки, у меня у муки, я тоже родитель, вы поймите, я вам хочу одно сказать. Я служил в районе, где идут воины, я солдат, я служил в Афганистане. И поверьте мне, в моем возрасте, в моем возрасте, да, если бы я узнал, что это действительно так было, поверьте, у нас в Афганске офицеры, да, есть свои принципы. Я никогда в жизни этого мальчика не защищал бы, а был бы на столе матери этой девочки. Но когда я вот ознакомился с теми собранными материалами, и когда я пришел к выводу, что это достаточно сомнительная история через два года. Поэтому я считаю, что, уважаемые, здесь идет, я сейчас повторяюсь, идет натуральная травма судьи Первого мальского война, и я думаю, что идет травма, они не указывают, я думаю, что они ведут себя писательно, зачем столько людей собирать. Вы поймите меня правильно, когда иногда что-то такое примерно случается, да, но без всяких последствий, люди скрывают этой девочке, завтра надо замуж выходить, ей надо замуж выйти, чтобы и худовар, который будущий взять, что они, что в интернет не заглянуть, что ли? Вы представляете, какое будущее, какую девочку? Я считаю, что, ну, мое мнение, что за такое поведение, я думаю, что надо, видимо, какое-то органы социальные, соцопеки и другие, государственные, должны, видимо, обратиться внимание на мать этой девочки. Вы представляете, это надо же каким образом выбивать с нее показания, вот если грубо говорить. Вот это судебная медицинская экспертиза, вот она судебной медицинской эксперты рассказывала, как она ее пинала, это же надо, била кулаком по голове, по ушам, пила по кровам ведро, била по паху, это что за фашизм такой? Еще и тут говорим о том, что где-то мы не правы, да мы просто хотим одного, только объективность, больше ничего. Ведь посмотрите, уважаемые журналисты, вот материалы, я могу фамилию озвучить, вы понимаете, такие дела я посмотрю закрыто, вот я вам озвучу, сколько свидетелей, около, там, у вас, я сейчас, ошибиться, свидетелей, которые говорят, не было такого, не выходили в лаванок зала, если бы вы слышали, то, если бы вы не слышали, неужели вы этого не видели? Хорошо, если подтвердить, жилохотязнь показали матери этой девочке, ну чем подтвердить, если нечем подтвердать? И поэтому у нас облакают тенденции. Вы поймите, я вам так, а вот как скажу, что в день судьи проводят от 9 до 12 уголовных билосудов. Если по каждому, в каждом деле одна сторона будет проявлять недовольствие, что теперь? судьи не делайте. Поэтому, уважаемые журналисты, я думаю, что вот это должно быть уроком для всех, что таким образом нельзя относиться к своим детям. Это очень серьезно психологически, трампа, мне очень жалко этой девочке, что мать безжалостно, жесточайшим образом относится к ней. Я повторюсь, она даже вот в ходе процесса с матерью, в суде, когда после этой девочки, они не могли общий язык найти. Привыкались, ругались, она выкрикивала. Более того, постоянно выкрикивала в суде, все что угодно там говорила на суде. Поймала в коридоре, когда судья вышел в засаде, шел в себя, поймала судьи в коридоре, я тебя все убью, выкрикиваю. Это, наверное, сам судья уже заявление написано, после закатя этих всех дел. Разве так можно относиться? Ну, просто слов нет. И, уважаемые журналисты, я надеюсь на вашу объективность и непосредственно в данном членитивном деле. У меня все есть. Мы выслушали Тайран, обостровался в порядке, отнеси, пожалуйста, попрошу вас. Все, отнесу его. Вот вы сейчас рассказали, да, после обследования двухков, когда женщина начала бить свою дочку. Это по словам свидетелей или... Подайте, пожалуйста, девушка. Подайте, подайте. Подайте, пожалуйста. Подайте, подайте. Подайте, Так, фамилия закроет, да, ладно? Я закрою, да, если не закроет. Да. Посмотрите, из заключения судей медицинской экспертизы номер 121-46 4 апреля 19 года, где указано следующее, в начале месяца пыталась порезать кожу руки, в результате психологической давления со стороны сверстников три дня назад мама повела насильная к гинекологу. Затем, решив, что у нее нарушено действие влево, стал избивать. Била кулаком по голове, по ушам, внула по правому бедру, била по паху внутренне поезд левого бедра. Позже была слабость, головокружение упало в колени, упало лицом на пол, была сильная слабость. Это судей института. экспертиз поездки. Пожалуйста, проверимейте, пожалуйста, на место и поездки. Вар но не айтай, не айтай, айтай, В год, в 2016-х годах, когда женщина, в ближайшее время, в бальгаре, в Балигаре, в бальгаре, в Балигаре, в Киеве, в Балигаре и в Баларе, в Баларе. Бешкек-панкшыта отырганда кидо-дан, Менуэлиэм, шутай материалы, Кыз софты, коллекторы, Адамынай сексуалит болган, Деп шутай материалы, Рок, бұл козгололының ишін севердер, Бұна арзан айттым, Судеб-эксперт-корпынсы бар, 18 жылы енесі, қолындағы дарақаттарды көріп, 18 жылы екі жылдан дейін, Гинекологический кабинетті апарып, Қызын ұрып, қолмені, ұрып, саға, бетте ұрып, Башты ұрып, құлаттарында ұрып, ұндайы саңдарында тевіп, Емі екі орқасының ол тевіп, Қызын көрсіп күрсіп 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 күшкі, Қызын күрсіп 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 күрс И мы говорим как раз, если они очень серьезно, то если они повторяются, если они готовы на 30 лет, машину до 12 суток, но сколько говорится по 30 лет? Мы говорим о 20 лет. Интернетно, студия-то наук, в баре-то насыну твердит. Это ищет в интернете. В фантазии, в фантазии, в фантазии, я ищу наук. Мне, как я, уже не гоня, я не могу жить в интернете. Я не могу жить в интернете. Спасибо, а еще вопрос есть? У меня к вам вопрос, скажите, на студентном процессе были ли адвокаты со стороны этой несовершеннолетнейшей деятельности? И какие они аргументы выставляли против этого договора, в чем они были несогласны с вами, как вы это прокомментируете? Я скажу, что у нее был очень опыт, адвокат перевернула Арман, мы коллеги, я с уважением отношусь к ней, но то, что в суде они приводили, скажу, в область и фантазии, не ссылаясь на конкретные доказательства, ни на конкретные документы, ни на конкретные экспертизы. Потому что такого нет в деле. И они просто свои домысли, все их заявления, все доводы основаны только на домыслах. И поет ему, судья вынужден вынести оправдать этот договор. Они написали жалобу в городской суд, в мешкетский городской суд. Там дело рассматривали трое судей. Трое судей рассматривали. И эти судьи счастливо подошли к данному рассмотрению. Это не шуточное дело, поймите меня правильно. И городской суд оставил в силе. Я считаю, что это просто идет сейчас за какой-то травля судей и травля этого парня. Поэтому очень сожалею, что именно такой и совсем за полный путь избрала мать этой девочки. Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. В этих делах это очень эффективное дело. Эти речи говорят о несовершеннолетней. Я уверена, что экспертизы должны рассматриваться с особым страстью. И вот скажите, пожалуйста, оправдательный приговор вносится. Вот какова формулировка? Какие основания, чтобы сказать, человек не виновен? Вот как это случится? Я сейчас вам скажу. Судья пишет, что анализируя показания всех допросов судебных засадений свидетелей, доказать, 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 доказать. Суд пришел к выводу, что такого-то, такого-то в обведении совершения предусмотренного частью пункта 2, частью 3, статья 162, признать не винов и оправдать за отсутствие его действия состава преступлений. Я вот суд, уже изучив материалы по-другому, все экспертизы, показания свидетелей и другие-другие документы, пришел к выводу, что он подлежит оправданию и оправдал оба. Бишкекский городской суд, Бишкекский городской суд в полном объеме оставил в силе приговор первомастера в районе государства. Спасибо большое. из бювердия бурсы, дат башка материалы, издеки документ, и следит, он слушал дегеттэ, тұлмышту варекеттээ жорды актат салатына. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста, девушка. Прошу вас представить? Есть вопросы еще? Пожалуйста, Даша. Скажите, пожалуйста, Роман Ваджай, Вы, я так поняла, представляли интересы подсудимого. А сейчас вы представляете интересы подсудимого. Почему вы тогда судью защищаете? Вы знаете, я не судью защищаю, я защищаю приговор. Я защищаю единственных приговор, потому что это касается подзащитного. Я просто еще, знаете, защищаю приговор в решении обстоятельства дела, я защищаю сторонник законности. Давайте мы будем в каждом деле, если я вам сейчас говорю, я сегодня на днях страхового, сколько дел, более 100 дел производства судей. Каждый день они от 9 до 12 процессов проводят. Если мы все, которые остались в недовольном решении, каждый день будем вот так вот делать, я не знаю где. Есть же элементы культуры, элементы подходов в законность, соблюдение в законность. Поэтому я считаю, что давайте все будем соблюдать законы, жить и работать по закону. Есть еще вопрос? У меня там вопрос. Скажите, это резонансное дело, действительно. Образ студии Лиса Улу Айбека в соцсетях это непозитивный, неположительный герой. И много всяческих оценок, критических его деятельностей. И в том числе, было какое-то заявление, насколько я помню, со стороны комплексного, было какое-то высказывание со стороны спикера мамаши о истории. Как вы комментируете их отрицательную оценку оправдательного приговора? Что вы могли бы сказать этим людям в таком условии? Я повторяю, что речь идет о крайне щепетильном деле насилии в отношении несовершеннолетних девочек. Ну вот, не состоявшись насилия, я бы сказал, что она хотела. Я не хотел говорить про Олдсмен, только скажу мамашу. Но это было в соцсети. Да, да, она в палате высказалась. И Олдсмен. Меня удивляют грамотные люди, занимающие такие государственные должности, да, только со слов представителя потерпевшей матери, которая пришла на прием, дадилась, начали обвинять, не изучая материалов дела, не спрашивая в сторону, которая защищает этого мальчика. Я считаю, что это, ну, просто поступили нехорошо. А не знаете, это популизм, какая я хорошая и какой я хороший Олдсмен. Я бы посоветовал своим коллегам, бывшим, бывшим в нашей работе, все оперативники бывшие, что посоветовал коллегам. Уже давно им надо же работать в законном русле, в гражданском русле, и не допускать такие голословные, неголословые высказывания, которые только будоражат, будоражат массы. Вы знаете, Наполеон, за одно слово, объявил войну Австрии. Разве так можно делать? Давайте мы будем... У меня тогда уточняю еще вопрос. Скажите, господин Мамашу Луайсу, господин Мартон Мамытов, обращались ли вам к адвокату с запросом в отношении этого дела для того, чтобы познакомиться со всеми обстоятельствами. К сожалению, я лично знаком с Олдсменом. Мамашу я знаю только ее... Был у вас вопрос? Нет, не было. Не обращались, не звонили и даже оставили мнение. Просто взяли и поступили. Понятно. Есть еще вопросы у гурналистов? Пожалуйста. Можно еще такой вопрос? Скажите, пожалуйста. Получается, что в основном вы опирались на результаты экспертизы, которые следствуют о том, что девочка не была физически... Можно я отвечу? Я отвечу, да? Да. Я отвечу. Основные факты, которые я говорю, это все судебные экспертизы. Это показания свидетелей. Ни один свидетель не показал, не подтвердил показания девочки. Девочка сама говорила, что ее насиловали? Да. Мама говорила. Да, говорила, да. Вот это знаете, я... Почему она говорила? Вы же... Я же оплатил... Вот журналист прочитала заключение экспертизы, где девочка говорила, с ее мать выбил эти показания. В бешенстве была. Я же вам зачетовал судебные экспертизы, где девочка говорит эксперту, что меня, говорит, мама насильно привела к кинекологу, ну, одним словом, да, а в пинал ее там. В пиналах папа. И после этого я не думал, что любая девочка напишет, что у нее в семье, мне кажется, такая напряженная обстановка. И вот смотрите, одно показание ее заявление писала мать, ее показания были все... Больше она нигде в суде, в дня два доказательства никто не смог принести. И знаете, я еще раз повторю, это не шуточное дело, мы все родители и дедушки, да? Не дай Аллах никому такого-то, но если нет доказательств, ну что делать? Вы, пожалуйста, представьтесь. Мне зовут Суня, Света Малок-Терри. Вы уже сейчас говорите, что девочка сама говорила, что мама ее заставила, так как-то. Это кому она давала эти показания? Светлую тебе? Ну, насколько я знаю, эти вопросы, да, по отношению к нежелательным, Этого разгрязи еще с полки маме даже, да, вот это... Такие мероприятия должны заставить. Вот кому она заставила, что ее мама заставила? Она сверила тебе? Она эксперту говорила. Так в то время, когда ее мама была мятна? Ну, она ее пинала, пинала и снимала мать. Она, естественно, сказала эксперту и материалы дела есть. Что делать? Есть еще вопрос? То есть, она это говорила следователю? Эксперту. 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 А мама ее была? Нельзя же допрашивать несовершеннолетненько? Ну да, естественно, все соблюдали все рамки. То есть, она приматерна? Да, приматерна. Нет, иметь всего должен наследствие. Приматерна? Мы считаем, что это было принуждением. Матерью потерпевшей. Есть еще вопрос. У меня последний вопрос. Девочка когда-либо упоминала, и свидетели подтверждали ли, что в этом возрасте с Патрацковым не бывают романтические какие-то веяния? Были ли у нее какие-то романтические взаимоотношения с пятьдесят пожарных? Нет, она такие вещи не говорит. А девочка об этом вообще не говорила? Ничего не говорила. Эта мать придумала, что там какая-то девушка была, там разные фамилии. Имена говорили, а не фамилии. То есть, никто из детей, которые отдыхал вместе и не обратил внимание, что... Никто из детей. Вот нет, было очень много там. А я... Что даже не было набега? Нет, нет. Никакого. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что вот эта проблема, это дело, именно это решение судей Эрниса Айдер-Мулова, что это связано с насилием. Как вы к этому относитесь? Вас радует, что общество очень бурно реагирует? Вы считаете это хорошо? Правильно, да. Вы знаете, не только общество. Ну, общество правильно реагирует. Я поддерживаю, что они реагируют. Вот этот Джалабанский случай в Сузаке, да. Ну, там, явно очевидно, видно, что он ее избивает, там, баллоны на шею повесит, да. Я тоже очень возмущен, требовал правдом органов, чтобы было все по закону. И здесь тоже, и я еще раз повторяю, общество реагирует правильно. Наше общество, вот здесь, скажем, Станин, действительно понимает эти вещи. Но, к сожалению... Состава преступления не было. С юридической точки зрения. С юридической точки зрения. А так вы поддерживали? Конечно, конечно. Я с уважением отношусь к мнению. Замечательно. Прошу вас. Нет вопросов? Есть еще вопросы? Вот! Если вопросов, опять, я завершаю! Продолжение следует...